Вот частая причина поломок стиральных машин полуавтоматических. У них нету сетечка, как в автомате, поэтому... И его никак не установить, кстати, вручную сетечку, никак не заколхозить. Вот они, денежки, монеточки, иногда носки встречаются. Сейчас вызывал сервис артельевский. Обещали приехать через неделю, приехали практически на следующий день. Открывали сзади стиральную машинку, проверили, причина была в чём. Значит, обороты падали у центрифуги. И насос плохо работал сливной, гудел. В итоге ребята в форме, в красивой артельевской, приехали на машинке артельевской. Открыли всё. Мусор – это не гарантийный случай, за это платить придётся, заранее предупредили об этом. Открыли, значит, здесь отвинтили, вынули насос, раскрутили сливной насос, и там оказались эти монеточки. Они их как бы погнули, потому что просто так они не вылазят, если что. То есть, их надо там из патрубка достать сначала, а потом ещё двумя пассатижами выдёргивать. И обратно всё закрутили, поставили. Я говорю, а в чём причина центрифуги-то? Почему она вначале, когда новая была, хорошо крутила, быстро? А теперь две минуты быстро крутит, а потом начинает замедляться. Говорю, может быть проблема в пусковом конденсаторе? Нет, пусковой конденсатор только в начале. Даёт вот эту мощность, чтобы это всё раскрутилось. Если бы у неё была проблема, значит, бы вообще ничего не заработало. Короче говоря, он там рукой залез под барабан в центрифуге. И такой, я смотрю, смотрю, такой, тык, прожал. Говорит, ржавчина, ржавчина. Взял смазку и там намазал всё хорошенько смазкой, промазал внутри. Я уже даже не знаю, как вам показать, так чтобы вы плохо не подумали обо мне. Вот, короче, там, вот, промазал там внутри всё под барабанчиком у неё, у машинки стиральной. Ну, всё, мы запустили, посмотрели. Они меня сразу предупредили. Говорят, ну, 75 тысяч сумм будет. Это разбор, очистка. Вот, ну, он там серьёзно поработал. Он там пассатижами, наверное, минут 10 пыхался, вытаскивал эти монеты, оттуда гнул их. Ну, вы видели, какие они погнутые были. 75 тысяч, я говорю, ну, а чё, у меня выбора нету, как бы меня заранее предупредили. То есть, я не могу их прогнать, даже если они вот приедут, я им скажу, уходите, я всё равно должен какие-то деньги заплатить. Ну, так не работает, так некрасиво поступать. Я такой, ну, конечно, пожалуйста, всё они сделали, всё красиво закрутили, всё поставили, мы водички налили, насос слил. Сначала, кстати, насос немножечко слабо работал. Он говорил, погоди, погоди. Он сделал туда-сюда, включил, выключил. Вышло воздух оттуда, вот, она как бы продышалась и пошёл на пор очень хороший со шланга. Вот такой шланг, кстати, очень удобно, всё это вешается. Вот сюда её обычно ставим, вот, и подключаем. И ребята сказали, мы сейчас вам сдачу дадим, сейчас вам чек даже распечатаем, у них терминал с собой. То есть, всё официально, да, ждали мне чек с QR-кодом, чтобы я пикнул, и кэшбэк ещё получил с этого ребят. Ну, то есть, 75 тысяч сумм за вызов, за приезд, за починку стиральной машины. Ну, вот это от официального сервиса. Переживал, конечно, что на бабки встрянем, но ребята оказались культурными, вежливыми, исполнительными, ответственными. Вот, ну, поглядим. Я, кстати, ещё спросил, как часто вообще смазка-то иссякает, то есть, рожавеет. Он говорит, ну, раз в полтора года бывает. То есть, получается, вот у неё гарантия 3 года на новую, когда покупаем. Такая машинка, мы её купили где-то за миллион 300, миллион 500, миллион 800, короче. В среднем полтора миллиона сумма. И в такой машинке гарантия 3 года официальная. И где-то раз в полтора года, получается, надо менять ей эту смазку, обновлять смазку. Вот, я говорю, ну, что каждый, значит, получается полтора года по гарантии надо вызывать. Он говорит, ну, не всегда. Бывает, что и она так быстро не высыхает, не портится. Ну, у нас, видите, у нас там трое человек, ребёнок, мы тут постоянно стираем. Вот у нас тут, видите, какие ящики этих тазы, тазы 30-литровые вещей. Вот, мы постоянно стираем. И скажу вам прямо, я думаю, что вот такие вот верхние погружные полуавтоматические машины для семьи из трёх и более человек, в которых есть дети, лучше гораздо, чем автоматические. Потому что вы не представляете, сколько туда помещается вещей. Стирает она хорошо, фильтр вот здесь легко снимается. Замечательно легко снимается и чистится. Вот этот фильтр. Вот, я легко снял, он также легко открывается. Всё, оттуда мусор выбрасывается, это обратно вставляется. Щёлк. Всё. Всё, это самая дешёвая полуавтоматическая машинка в Узбекистане. Просто самая дешёвая. Вот, Артель ТМ-65. И она у нас уже год работает просто как лошадь, как вол в поле. Так что, наш, так сказать, рекомендацион. И вот такая вот история с сервисом фирменным, Артельевским. Кстати, это узбекистанская марка. А покупали мы её на ЛЧ, кстати. Вот такой чек дали. И вот гарантийный талон. Чек был электронный при покупке. Вот гарантийник был в комплекте. Они проверили, посмотрели, что сходится. Они, видимо, сфотографировали. Так что, ребята, если покупаете, будьте осторожны с этими наклеечками. Они могут вам пригодиться, когда вы будете по гарантии вызывать. Я вот не знал об этом. Ну, хорошо, что мы её никак не соскребли. И, кстати, машинка очень простая в использовании. Вот тут обычный таймер стоит. Нормальный режим, деликатный. Но мы деликатный, в принципе, не пользуемся. Слив включил, всё сливает. Да, и центрифуга. Всё, никаких вам дисплеев, никаких поломок электроники. Она, знаете, какая внутри простая? Там просто электродвигатель. Электродвигатель у стирки, электродвигатель в центрифуге, пусковой конденсатор вот такой с проводами и сливный насос. Всё. Там просто нечему ломаться, ребят. Там нет никакой, блин, хитрой электроники. Я сегодня по-домашнему одет, извините, не накрасился. Ну, я думаю, что было бы здорово, если бы прокомментировали использование стиральных машинок своих. Какие вы выбираете, почему, какие у вас с ними были проблемы. Давайте в комментариях попробуем обсудить. И как вообще вот этот девайс, который я вам показал, как вам эта история, ваш опыт работы с сервисами, с сервисными службами. Там в Узбекистане или в другой стране, в которой вы проживаете или пользовались этим. Давайте обсудим. Я думаю, этот опыт будет полезен. Полезен тем, кто посмотрит и почитает комментарии. Давайте помогать друг другу.